Здравия желаю. Вчера провели испытание на колесе, а сегодня я решил попробовать без колеса такую же схемку. Сейчас пока я просто это прикид, на 24 вольта её, потому что у меня нету сейчас нечем закрепить то всё. Я на 24 вольт опускаю. Что получилось, то есть как идёт, мотор на 300 поставил, там на 500 чтобы это, там как вчера вы видели получалось 400 с чем-то КПД, но какое там было это самое неудобство, что 1,1 и 3 секунды, то есть 30 раз 1 к 30. То есть получается это 400 вольт, это получается по времени оно выйдет в 30 раз дольше. Понимаете чем дело. То есть такой промежуток тоже. А на колесе по-другому не получилось. Поэтому я решил просто, как у меня и та работает, прицепить, значит, мотор на 300 ватт. Вот он. 15000 оборотов в минуту. А это 124 ватта, но магнитный. Был бы побольше магнитный, было больше толку, конечно. Но пока так. Главное сейчас что, пока просмотреть, как оно работает в деле. Сейчас я его включу, посмотрим и сделаем выводы. Вот сейчас включаем, значит, его. Включаем его напрямую через ваттметр, посмотрим. Сколько ватт потребляет? 32 ватта. Выход 5,78 вольта. Так. Выключим. А теперь его включим. Значит, на такой скорости получилось только одна десятка к одной десятке. То есть через раз работает. Потому что инерции мало вот у этого мотора. Вот у этого мотора инерции маловато. У этого много, у этого мало. То есть на одну десятку только. А когда он будет на скорость 15000 оборотов, здесь скорость примерно полторы тысячи оборотов, то инерция появится хотя бы один к пяти или один к десяти. Посмотрим завтра. Ну и сейчас что-то дает. Видите? Сейчас один к одному. Давайте посмотрим. Один к одному, видите? Одну десятку работы, одну десятку нет. Однако, это никак не сказывается. Видите? Никак не сказывается. Так же выход 5,70, 5,80 даже. У меня до 6 доходило. Нагревался. В общем, выход 6. Но работать через раз. На скорости никак. Так же был выход 6. Без скорости напрямую включен. И через реле. То есть через раз работает, а скорость та же самая. То есть получается хорошая экономия и КПД хорошая. Даже в таком варианте. Ну это как набросок. Что еще хорошо в этом варианте? Видите? Нету никакого. Сюда надо его запитывать. Вот эту катушку. Вот она. Вот будет возбуждать. Если вот такой кабинет. А в такие моторы магнитные ничего не надо. Крути его и все. Итог, как видите, выходит. У него 12 вольт, значит, полное. А он здесь где-то 6, наполовину. Что у нас получилось? Потребление у нас получилось 30. Через раз. То есть потребление на 2 ватта сбавилось. Так. Разделено на 0,1, 10, 0,1 секунду. Зато у нас выход, значит, он 124 ватта. При 6 вольтах, значит, у него 62 ватта. 62 ватта выход. Так. Но 2 раза. Вот и считаем. Смотрите, что получается. Даже при таком варианте. 62. Два раза. Плюс 62. 124 выход. Получается. Видите как? Потому что через раз. Ну, время удлиняется. Но выход получается не 62. 62 это как бы он бы давал бы, если бы крутился бы напрямую под ключик. А когда он через раз, он раз 62. И еще 62. Когда в это время, значит, тут это самое. Расхода нет. То есть получается 124 и 30 ватт потребления. Делим на 30. 413. КПД 413. 413. Так. Процентов. То есть даже при таком раскладе, а если завтра вот доделаю, поставим на 220 вольт, то есть будет у нас 15 тысяч оборотов. И тогда он будет выдавать хотя бы половину. Там будет замедление. Там 1 в 5, 1 в 10. Половину. То есть он будет выдавать 66 ватт. Он будет выдавать минимум 12. То есть полностью. Даже наполовину. То есть у него обороты будут вдвойне или втройне больше. А в итоге под нагрузкой, когда пойдет, понимаете, выпрямится и получится его мощность. Этот мотор будет тоже потреблять не это самое. Вот это. Не 300 ватт. А наполовину меньше, так как будут перерывы. Даже наполовину, может, на 2 третьих меньше. Там увидим. Когда как там выходит. Там же еще это самое. Реактивные токи, когда успевают, когда нет. Тогда получится уже где-то 100 потребления и выход 124, но там будет минимум 5 раз. То есть уже будет КПД к 1000 обитей. Это вот с такими моторами. Видите, даже с такими моторами не отки. Вот как это. И тот что-то выходит. А если хороший мотор найти и с такими же оборотами, как вот этот 15000, но только магнитный. И не на 124, а на 500 ватт. На 600 ватт даже можно. Если у меня тот тянет 200-600, то этот на 300 может 900 ватт где-то тянуть. При полной скорости. То это будет очень хороший результат. Так что перспектива вот в этом направлении и есть. А что вчера с колесом? С колесом я понял вот что, ребята. С колесом получается колесо, вот эта схема колесо вчера показывал. Ее выгоднее применять не как генератор тока, а как вечное колесо для движения, допустим, в электромобиле. В электровелесипеде не пойдет, потому что скорость электровелесипеда низкая. Электромотоцикл может пойдет, электромобиль. То есть на больших скоростях она будет себя проявлять хорошо, то есть получится вечный двигатель. Вот там она дает. Но как генератор там, видите, там 2 третьих энергии уходит на колесо. Хоть удлиняется время пробега. и только 1 треть это выходит как генератор. А тут когда колеса нету при такой схеме, тут что получается? Зазор меньше надо ставить. Зазор надо ставить меньше, да? но выход в 3 раза больше будет. Даже если будет зазор, может инерции в ней мало, вот в этом, вы сами видели. Только на 1 десятую можно поставить. Даже если при большой скорости я думаю на 5 будет, даже если на 3 будет зазор, все равно у нас будет КПД где-то приближаться 500 тысяч процентов. и выход у нас будет сразу не через 30 раз ждать долго, а 3-4 раза только удлиниться. Если у нас мощный мотор, то нам это не важно. Понимаете? Ну вот такие новости. завтра будем месяц не хватает закрепить. Креплю я, вы видели, на это на ленту на скотч, ну временно для опыта. Даже сейчас скотча нет. Поэтому я только его попробовал, видите, даже скотча нет. Поэтому его нельзя сейчас разгонять. Завтра куплю скотч, все это примотаю крепко и поставим на 220 вот эту систему. И посмотрим, как она себя поведет.